Рожать или не рожать? Вот в чем вопрос. Недавно американцы взбудоражили почти весь мир. Выяснилось, что в двух штатах Джорджия и Алабама готовятся к принятию закона о запрете абортов. Согласно проекту, прекращать жизнь плода даже в самых крайних ситуациях будет запрещено. Как гром среди ясного неба это известие поразило общественность, и на него отреагировали знаменитости, которые в своей жизни столкнулись с абортом. Тем временем в Хабаровске прошла дальневосточная научно-практическая конференция, в ходе которой также обсудили проблему абортов и репродуктивного здоровья женщин. Проблема с абортами. Да, статистически количество абортов снижается. Но мы оцениваем показатель абортов, он смешанный. Туда входят аборты, которые женщина делает по своему желанию, и входят аборты, которые женщина получились без ее желания. То есть была какая-то патология. Так вот, в общей структуре по округу, по округу, я не могу сказать конкретно по Хабаровскому краю, доля абортов по желанию остается практически 63%. То есть это большая все-таки. Хотя они, да, они снижаются, но эта цифра все-таки большая. И аборт не является методом регулирования рождаемости. Он должен быть, ну вот это как исключение. Это культура, это культура репродуктивного здоровья. Только к репродукции готова далеко не каждая женщина и психологически, и физически. Для того, чтобы движение Child Free, свобода от детей, не набирало обороты в России, и в частности в Хабаровске, городское управление вводит специальные образовательные программы. Отдел здравоохранения города Хабаровска, при администрации города Хабаровска, проводит школы репродуктивное здоровье. В нем активно принимают участие гинекологи, урологи, педиатры. И с согласия родителей и педагогов мы проводим занятия с детьми по репродуктивному здоровью. То есть, ну вот обучает же всех, как правильно есть там, как что. То же это, это должно быть с молодости, вот это доминато. Отношение к семье, взаимодействие в семье, это играет очень большое значение. Это ориентация на то, чтобы были дети. Потому что вот мы спрашиваем молодежи, а никто про это и не задумывается. А вот так по команде, что давайте, ребята, мы будем рожать, ну, наверное, так не получится. Современные женщины в России все чаще стали перенимать западную модель поведения, создавать семью и рожать первого ребенка после 30 лет. Мы же должны тогда подготовить этих людей, чтобы сохранить их репродуктивный потенциал. Если они захотят отсрочить вот эту проблему деторождения, репродуктивный потенциал должен быть сохранен. И этими вопросами будет посвящена в том числе и наша конференция. Рожать или не рожать? Для участников конференции ученых такой вопрос не стоит. Если женщина вовремя рожает, и количество родов у нее достаточно, он говорит, умеренное, хотя бы три раза в течение жизни, она кормит грудью хотя бы полтора года каждого ребенка, то у нее есть реальная возможность избежать развития рака молочной железы. Рожать или не рожать? Не всегда решает человек. Иногда это делает природа, иногда обстоятельства. Однако с развитием науки человек получает все больше шансов даже в самой безнадежной ситуации стать настоящим родителем. С 2013 года в России Министерство здравоохранения финансирует программу ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования. Это дает большую возможность нашему населению во всех регионах Российской Федерации проводить достаточно дорогостоящие мероприятия. Поэтому это очень актуальная тема. Имеет место, к сожалению, роста бесплодных браков, которые требуют именно применения этих технологий. По официальным данным, сейчас по всей России действует 199 центров, как государственных, так и частных, благодаря которым возможно бесплатное экстракорпоральное плодотворение. Вот только... К сожалению, эффективность программ ВРТ не составляет 100%. Шанс оступления беременности находится в пределах около 30%. И это требует особого значения и в подготовке пациентов, повышение ее эффективности к программам, отбору этих пациентов программы ВРТ. И, конечно же, в образовательных программах, которые мы сегодня проводим здесь, в регионе Хабаровска, что имеет большое значение для практических врачей. За эти два дня будет проведено немало заседаний, где ведущие специалисты, которые приехали из центра Кулакова, будут освещать те актуальные вопросы, которые связаны с зарпродуктивными технологиями, чтобы повысить уровень образования врачей и дать возможность их пациентам увеличить шанс оступления беременности. Медицинский ВУЗ как раз направлен на то, чтобы концентрировать в себя последние новости медицины и образовывать соответствие с современными стандартами, клиническими рекомендациями. Потому что все четко нужно исполнять. Не как в армии, но близко к тому, потому что любое отклонение может быть чревато тем или иным осложнениями. Но для того, чтобы осложнения вообще не случались, для того, чтобы перед женщинами не вставал вопрос, рожать или не рожать, мэрия Хабаровска ведет просветительскую работу. У нас сейчас реализуется хороший большой проект «Здоровое будущее. Выбор молодых». Он реализуется совместно с кожно-венерологическим диспансером по профилактике вредных привычек. И также в нем участвует епархия, которая как раз за сохранение традиционных семейных ценностей и профилактики абортов. Я думаю, когда мы выходим в школы, в среднее и высшее учебное заведение с этими специалистами, они донесут ту самую важную информацию, ребята примут к сведению, принесут это в свою семью и будут в будущем пользоваться этой информацией. Хабаровск, будь здоровым! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...